МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директора одной из школ Петропавловска будут судить за получение взятки. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. По информации СКР, преступление произошло в июле 2020 года. Директор образовательного учреждения через посредников получила от индивидуального предпринимателя 50 тысяч рублей. Взамен этой суммы она по договоренности должна была сделать вид, что лестничные марши в школе отремонтированы, а также проявлять лояльность к бизнесмену-подрядчику, который обязался проводить в учреждении ремонтные работы. Сейчас фигурантка дела под домашним арестом. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Терроризировавшего посёлок медведя отстрелили на Камчатке. Бродившего в районе коряк Косолапова охотоведы ликвидировали в ночь на 7 июня. Тем временем в Петропавловске ещё один хищник напал на лошадь в районе озера Приливного. На месте также работали специалисты. Охотоведы предупреждают камчатцев, что встретить Косолапова можно не только в лесу. Поэтому сейчас, в период брачного сезона, у бурых медведей нужно быть особенно бдительными. Чтобы предотвратить встречу с хищником, в лесу нужно держаться преимущественно открытых мест и редколесий. Так приближение зверя можно заметить заблаговременно и успеть обезопасить себя от возможного нападения. Также следует избегать движения по берегам рек на рассвете, в сумерки и ночью. Если же медведь встретился на окраине населённого пункта или в черте города, об этом нужно рассказать, позвонив на номер 112. Возводили-возводили, да так и не возвели. Застывшие на этапах строительства объекты бизнеса в столице Камчатки будут сносить. Профильным ведомствам уже поручили повлиять на скорейшее завершение судебных процедур и провести работу с недобросовестными предпринимателями. Одна из самовольных построек в черте города находится неподалёку от благоустроенной смотровой площадки на Высотной. В непосредственной близости находится самовольная постройка, которая уже по решению суда призвана быть снесённой. Однако предприниматель, в отношении которого есть обязательства по решению суда, никаких действий не предпринимает. Решено провести работу со службой судебных приставов и с правоохранительными органами. Для того, чтобы решение суда было выполнено, а территория обрела завершённый благоустроенный вид. Если необходимо возбуждать уголовные дела по неисполнению решений суда, пусть соответствующие органы тогда принимают процессуальные решения. На выездном совещании под руководством главы города речь также шла о трёхэтажном железном каркасе на Карломаркса, котловане с элементами бетонного основания на Тушканово-11, самострое на спуске в Серогласку и других объектах. Огромное количество жалоб, реальное возникновение опасности для детей, для всех, кто здесь на этой территории находится. Поэтому все меры, которые необходимы с точки зрения судебных инстанций, с точки зрения контролирующих органов Александр Александрович, нужно принимать и нужно в чувство приводить таких вот, ну, в кавычках предпринимателей. Потому что предпринимательство здесь только в том, чтобы перепродать земельный участок, который принадлежит городу. В некоторых частях города к строительству, кажется, только начали подготавливать землю, но потом решили забросить деятельность на долгие годы. Котлован на улице Тушканово – один из ярких примеров. Убедительная просьба связаться с собственниками, я так понимаю, неизвестная. Пусть, во-первых, ограждения приведут в безопасный вид, мы сюда абсолютно свободно попали. Во-вторых, здесь какие-то следы возгорания. Это собственники объекта, они следят за этим, куча мусора и гуляют дети. Вообще недопустимая ситуация. Масса обращений просто по поводу этого котлована. Видимо, опять ждут, что наши предприниматели перепродажу устроят. Вот этих вот двух бетонных плит. Мы сейчас кран подгоним, просто поднимем и все, нету никаких бетонных плит. Какой объект незавершенного строительства? Это просто отрытая яма. Есть необходимость ускорить работу и по сносу расселённых домов. Во многих случаях этому препятствуют собственники нежилых помещений, которые по закону не могут рассчитывать на переселение, а получают компенсационную выплату. Начинаются судебные разбирательства, отодвигающие сроки сноса объекта. Данные конкретные поручения мы будем добиваться от долгостроев, чтобы строительство либо заканчивалось, либо будем добиваться, чтобы данные объекты прекращали своё действие и земля, собственно, отходила городу. И на ней появлялись действительно востребованные жителями объекты. Добавим, в этом году снесли два пустующих дома – Океанское 88 и Петропавловское шоссе 31. Следующие на очереди – Арсеньева 6, Дзержинского 4, Лермонтова 12А и 14А. Помощь спасателей понадобилась водителю, который на своём грузовике сошёл с трассы и врезался в землю в Петропавловске. Мужчина оказался зажат в помятой кабине и не мог самостоятельно выбраться. Авария произошла днём 6 июня на проспекте Циолковского. Там столкнулись два грузовых автомобиля. В итоге один из них скатился в кювет и получил сильные повреждения. Как рассказали в МЧС, на место происшествия прибыли боевые расчёты первой пожарно-спасательной части и сотрудники поисково-спасательного отряда – всего 10 человек на трёх единицах техники. Спасатели помогли водителю японского грузовика выбраться из покорёженной кабины и на носилках транспортировали его до автомобиля скорой помощи. Чтобы не было возгорания, пожарные отключили аккумуляторную батарею грузовика и произвели смыв вытекшей кислоты с дороги. Больше в этой аварии никто не пострадал. Почти 40 тысяч камчатцев просрочили свои платежи за коммуналку. Общая сумма пени, штрафа за него времяоплаченные счета за свет и тепло составила почти 27,5 миллионов рублей. Как рассказали в Камчатской энергосбыте, пени, как и основной долг, взыскивают в судебном порядке. Кроме того, должнику грозит отключение электричества и горячей воды. Затем энергокомпания подаёт на него иск в суд, по решению которого в итоге придётся оплатить не только долг и пени, но и судебные издержки. Если же и это не сработает, приставы имеют право наложить ограничения, начиная арестом банковских счетов и заканчивая запретом на выезд из страны. Специалисты призывают камчатцев не копить долги, а в случае финансовых трудностей заключать соглашение о реструктуризации. С каждым потребителем компания работает индивидуально. Рассрочка рассчитывается с учётом суммы долга и возможности её погасить. Внимательнее следить за детьми и окнами в квартирах призывают жители столицы Камчатки в городской комиссии по делам несовершеннолетних. Причиной для очередного напоминания о важности неукоснительного соблюдения правил безопасности послужил недавний случай. Полуторагодовалая девочка попала в больницу после того, как выпала из окна второго этажа многоквартирного дома. Это случилось на проспекте Рыбаков-10. Выяснилось, что малышка находилась дома под присмотром несовершеннолетнего брата, в то время как отец ненадолго покинул квартиру. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отмечают, что чаще всего падения детей из окон происходят из-за недосмотра взрослых. Малыши часто получают травмы. Родителям настоятельно рекомендуют не оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты, не ставить мебель рядом с подоконниками, на которую могут взобраться дети. Кроме того, в комиссии подчеркнули ненадёжность режима проветривания на металлопластиковых окнах. Они легко открываются настиж. Здравствуйте. Так, кто расскажет про стройку? Лично проверить ход выполняемых работ на стройплощадках краевой столицы. Такую задачу поставил себе в минувшее воскресенье губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Одним из первых строительных объектов, который посетил глава региона, стала краевая больница. По дороге на стройплощадку губернатор положительно оценил строительство апартаментов, где при необходимости смогут разместиться родственники пациентов. Он под краевую это делал, да? Он под краевую это и рассчитывает. Он рассчитывает построить там апартаменты. Как арендное жильё, которое было? Как служебное? Или для пациентов? Как для чисто коммерческой истории, под сдачу апартаментов для родственников, больных. Ну, для пациентов и родственников, не для врачей, а такой. Ну, на самом деле тоже востребовано. Но в целом, конечно, правильно, чтобы была такая, и потом с ним договариваться по социальным ценам. Сейчас на стройплощадке выполняются отделочные работы. Подрядчик обещает, что медперсонал в новое здание переедет уже в этом году. Сейчас в пути высокотехнологичное оборудование, в том числе не имеющее аналогов и альтернативных производителей. Всё это приводит и к удорожанию, и к удлинению сроков. Просчитаны все графики поставок и монтажа оборудования. Уже сейчас формируется рабочая группа по приёмке в эксплуатацию и по подготовке всех лицензионных заключений и заключений разрешающих органов. Это кропотливая большая работа впереди, но это приятные хлопоты, которые приведут в итоге к готовому объекту. После осмотра строящегося здания больницы Владимир Солодов поручил коллегам продумать ряд дополнительных задач, без решения которых объект не сможет работать в полную силу. Это транспортная доступность, потому что больница далеко от центра, далеко от города, а нужно, чтобы доезжать сюда было удобно. Это вопросы обеспечения жильём медиков, которым предстоит работать в этом новом учреждении, потому что, безусловно, кадры – это главная проблема медицины и здравоохранения, и новая, комфортная, самая технологичная больница должна быть обеспечена самыми квалифицированными медицинскими кадрами. Сильное негодование у главы Камчатки вызвало затянувшееся строительство театра «Кукол». Губернатор напомнил, что возведение объекта началось ещё в 2014-м. После, на несколько лет, работы и вовсе забросили. За это время разворовали что-то, ещё что-то сделали. И сейчас мы два года стояли вместо того, чтобы корректировать документацию, когда было понятно, что там какие-то огрехи есть. Мы просто ждали, пока появятся деньги. Ну, не ждали, я работал, чтобы деньги появились. То есть, нашли деньги, и в этот момент уже те же самые строители начали говорить, что нужно всё переделывать. Вот она ситуация, как выглядит. На встрече губернатору рассказали, что общая техническая готовность объекта составляет более 60%. При этом первоначальная смета и документация требуют значительной корректировки. Кроме того, при строительстве здания возникли новые проблемы. Необходимость устройства дренажной системы, потому что лифтовые шахты затопило, и ещё там, ну, то это, короче, придётся переделывать. И вопрос с дизайн-проектом. Владимир Солодов выслушал доклады всех причастных к строительству театра и пообещал в будущем привлечь к ответственности тех, кто будет виноват в очередных строительных проволочках. Наша задача, конечно, одна – это построить. Но одновременно, если в срок не будет построено, то, конечно, оценки тех, кто виноват в том, что не построили, будут даны. Потому что нам нужно ещё и чтобы, когда плохо выполняется работа, за это была ответственность. И я в том числе буду просить контрольные органы, прокуратуру оценки эти давать. Глава региона напомнил руководителю подрядной организации о персональной ответственности за строительство объекта. Давайте мы зафиксируем, что это ваша персональная ответственность 31 июля сдать проект. Что если он не будет сдан, то это ваша прямая ответственность будет за его не сдачу. Так, вот она, наша школа. Сейчас Вагиф Михайлович более подробно расскажет, если или кто там будет, Мирослав Васильевич. А контур это так и останется, вот этот? Контур, да, останется. А заезд основной отсюда будет? Основной оттуда будет. Ещё одной точкой губернаторской проверки стал новый строящийся корпус школы номер 40 в Петропавловске-Камчатском, который будет сдан в конце 2024 года. Трехэтажный корпус возводят на 500 дополнительных мест. Это позволит всем воспитанникам школы учиться только в первую смену. А у нас срок когда сдачи? Декабрь. Декабрь. Так, и какая задача основная перед строителями стоит? Достроить. И хотя пока строительство здания проходит в соответствии с графиком, есть ряд вопросов, которые требуют скорейшего решения. Отсутствуют полностью документы на восстановление благоустройства после переноса сети. Вообще раздела не было. На сегодня отсутствует корректировка АТМ, это автоматика, сказали, что будет новый раздел. Пока ничего нет документов. Витражи, как я уже говорила, по благоустройству подборная стенка отсутствовала. То есть по благоустройству ещё даже оказалось в проекте пропущено ограждение. Особое внимание Владимир Солодов уделил пришкольной территории. Здесь, отметил губернатор, важно заранее продумать вопрос с парковкой, а также главным входом на территорию здания. Его визуально сильно портят установленный энергетиками наземный контур отопления. Вот это вообще ужас. И вторая история, что если четыре разных входа и нигде нет парковок, то это тоже какая-то странная история. Мне, конечно, нравится история, когда есть одна большая парковка и с неё вход. Остальное всё либо минимизировано, либо вообще закрыто. А так вот, на парковку поставили, и дальше пошли в этот, в это здание. Нормально же, хорошо. Также губернатор раскритиковал окна, которые, по его словам, изнутри выглядят как решётки, а снаружи чрезмерно блестят на солнце. Вот подъезжаешь, и выглядит как будто супермаркет. А нам нужно, чтобы выглядело как школа, а не как супермаркет. В конце своей воскресной поездки губернатор посетил один из главных туристических объектов краевой столицы – строящуюся дорогу к Халатырскому пляжу. Объект возводят в рамках мастер-плана, утверждённого президентом Владимиром Путиным. Протяжённость дороги составляет 4,5 километра. Видно, что работы большие проведены с тех пор, как я был. Когда это было, Сергей Анатольевич, в декабре мы были, в ноябре. Там вот здесь только начинали, начинали что-то рубить. Сейчас на объекте возводят водопропускную трубу. Завершаются работы по устройству основания земельного полотна. Заводится щебень. В начале июля планируется начать асфальтирование. На участке будет обустроено освещение, а также установлены автобусные павильоны. Последним в ходе инспектирования было уделено особое внимание. По проекту павильоны должны быть выполнены с использованием стеклянных элементов. Разобьют сразу? Ну, конечно. А там это пластиковое, типа стекла. Здесь у нас стекло триплекс? Да, триплекс. Здесь полностью профильный металл, сверху стальной лист и все. Ну, то есть они и выглядят очень в наших условиях. Жиденько. Это первое. Второе, при содержании, я опыт большой уже, все эти остановки на самом деле, они… Ну, я согласен, да. Буквально год-два и все. В итоге было решено заменить недолговечные стеклянные павильоны типовыми. Несмотря на то, что поездка выявила ряд недочетов в строительстве ключевых объектов краевой столицы, можно быть уверенными в том, что вскоре все эти проблемы будут решены. Ведь они на особом контроле губернатора. Еще одного неудавшегося скалолаза сняли сопки в Петропавловске. Мужчина едва не сорвался с 30-ти метровой высоты, но все закончилось благополучно. Неравнодушие горожан и оперативные спасатели помогли не случиться беде. А напряженная ситуация завертелась 6 июня на улице Уссурийской, где горожанин решил взять высоту. Однако на пути к вершине он застрял и не мог двигаться ни вверх, ни вниз. Он облюбовал скальный уступ и ждал на нем помощь. На бедолагу обратили внимание неравнодушные граждане, которые позвонили в службу спасения. На место происшествия прибыли спасатели отряда ЦОД. Оценив обстановку, они приняли решение поднять мужчину до безопасного участка с помощью альпинистского снаряжения. Через 10 минут работы скалолаз был спасен. Как он оказался на такой высоте, остается загадкой. По словам очевидцев, возможно, мужчина находился в опьянении. Спасатели отмечают, что такие ситуации нельзя игнорировать. Слыша крики о помощи, нужно сразу звонить в службу спасения. В противном случае человек может в любой момент сорваться. Напомним, днем ранее заложницами Никольской в центре города стали две девочки. Они планировали покорить сопку, но у них ничего не получилось. Со склона их снимать пришлось также спасателям. Сто баллов за ЕГЭ – не мечта, а реальность. Первые стобальники появились на Камчатке. Только за первый экзаменационный день четыре выпускника получили высшие баллы, рассказали в Минобразование края. Сразу два стобальных результата у учениц 11-го класса школы номер 5 в поселке Ключи по литературе и химии. Также по химии максимальный балл получила выпускница пионерской школы в Елизовском районе, а 11-ти классник из Оссорской школы в Карагинском районе заработал 100 баллов по географии. Напомним, что камчатские выпускники могут получить выплаты по 100 тысяч рублей за каждый из данных на высший балл предмет. Ребята, которые наберут от 95 до 99 баллов по одному предмету, получат 50 тысяч рублей, по двум и более – 75 тысяч. Подписывается соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Камчатского края, осуществляемое в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Финансы, экология, судостроение и энергетика. Губернатор Камчатки подписал ряд крупных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. В первый день работы делегации края на полях съезда был заключен договор о сотрудничестве с судостроительной корпорацией «Акбарс», которая специализируется на конструкторских решениях. Компания – давний партнёр Камчатки в части строительства судов для пограничников и военных. Регион намерен продолжить сотрудничество теперь и в сфере рыбохозяйственного комплекса. Также было подписано соглашение с фондом Мельниченко, направленное на борьбу с изменением климата и развитие экологических инициатив. Это сотрудничество живое, настоящее. Оно, во-первых, предполагает обмен знаниями и технологиями в области ресурсосбережения и поддержания экологического баланса. А во-вторых, конечно, ещё и целую серию просветительских мероприятий в области экологии знаний. И это направлено в первую очередь на такую целевую аудиторию, как школьники и студенты начальных курсов. Вот такое экологическое просвещение, мне кажется, это вообще самый главный шаг в сохранении экологического баланса. Всё начинается с сознания. Ещё одно крупное соглашение касалось возобновляемой энергетики края. Оно было подписано между правительством региона, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и группой ЭНЭЛТ. Соглашение подразумевает производство электроэнергии на базе солнца и ветра. «Это будущая крупная станция, которая хорошо впишется в нашу замкнутую энергосистему. Это производство электроэнергии на базе энергии солнца и ветра. Компания ЭНЭЛТ хорошо зарекомендовала себя на Дальнем Востоке. У них реализовано уже 10 аналогичных проектов в республике Саха-Якутия. И сегодня они приходят к нам с очень крупным проектом почти на 10 миллиардов рублей». Соглашение о сотрудничестве подписали и с Альфа-Банком. С ним край взаимодействует уже больше года. Компания активно участвует в социальных проектах, таких как Беренгия и Елизовская осень, поддерживает различные тематические мероприятия региона. «Сегодня мы хорошо сотрудничаем с Альфа-Банком в части поддержки малого и среднего предпринимательства. Они заключили соглашение о сотрудничестве с нашим региональным гарантийным фондом и уже обеспечили около 200 миллионов рублей нашим предпринимателям в качестве гарантии, когда те обращаются за кредитами. Это хорошая поддержка, реальная поддержка нашим маленьким предприятиям. И хотим это сотрудничество и дальше развивать. Альфа-Банк готов выходить на интересные кредитные предложения для среднего бизнеса. И плюс отдельное предложение мы рассматриваем по сотрудничеству с базовым университетом, с Камгуменевицей Беренга со стороны Альфа-Банка. Я считаю, что это прям такое, ну, действительно будет реальное сотрудничество». Отметим, Петербургский международный экономический форум – это ежегодное деловое мероприятие, на котором обсуждаются ключевые вопросы глобальной экономики и происходит обмен лучшими мировыми практиками для обеспечения устойчивого развития. Обновлённые и преображённые увидят к концу этого года Камчатцы главную набережную Петропавловска. В рамках проекта благоустройства там появятся игровые и малые архитектурные формы, уличная мебель, линии электропередач уберут под землю, приведут в порядок уже уложенное покрытие, сделают освещение и озеленение. Отмечается, что перекрытие променадной зоны будет происходить частично и поэтапно, оставляя как можно больше места для прогулок. Набережная Зерновской косы у нас является частью проекта мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Данный проект благоустройства стал победителем в 2022 году Всероссийского конкурса малых городов Российской Федерации. Проект очень значимый для нашего края, проект, который позволит организовать большую зону отдыха для жителей и гостей нашего города. Мы уже приступили к работе, выполнению строительно-монтажных работ. На сегодняшний день ведутся подготовительные работы по устройству корыта основания. Будет дополнительно довыделены средства тоже в этом году на данный проект на увеличение площади настила. Обязательно будут обустроены мафы. При разработке проекта набережные специалисты также предусмотрели обустройство разнообразных зон отдыха, в том числе и с ветрозащитой. Там жители и гости края смогут укрыться в случае непогоды и в любое время года. Напомним, мастер-план – это проект по масштабному благоустройству камчатской столицы, благодаря которому город станет главной точкой притяжения туристов. В основу его преображения и реконструкции лягут принципы отражения природного ландшафта в строительстве. Отсюда будет идти развитие жилой застройки, и здесь же будут сосредоточены основные сервисы. Инфоресурс в помощь. Участникам СВО предлагают посетить портал «Камчатка в порядке», чтобы задать интересующие вопросы о земле. Возможность узнать сразу всё в одном месте камчатцам предоставила Минцифры края. Отметим, программу по предоставлению земельных участков бойцам спецоперации в регионе запустили в прошлом году. На сегодняшний день информацию по исполнению данной программы можно найти в десятках разных источников, на интернет-ресурсах, муниципалитетах, что, конечно же, неудобно для жителей нашего полуострова. Участник специальной военной операции хочет найти всю нужную ему информацию на едином информационном ресурсе, на котором будет собрана вся интересующая его информация. Именно поэтому мы запускаем в работу единый информационный ресурс, посвященный предоставлению участков для участников специальной военной операции. Инфоресурс будет базироваться на портале «Камчатка в порядке», где можно будет увидеть актуальные данные о доступных земельных участках. Те, кто уже подал заявку на получение земли, смогут отслеживать своё место в очереди. Для этого нужно набрать в поиске номер своего заявления. Напомним, право на получение участка имеют как действующие, так и завершившие свою службу бойцы, добровольцы, а также военные, проходившие службу в войсках Нацгвардии. Все они должны быть ветеранами боевых действий, удостоенными звания Героя Российской Федерации или награждены орденами за заслуги, проявленные в ходе спецоперации. Ещё одна категория получателей – члены семей перечисленных участников СВО, погибших на фронте или умерших из-за полученных ранений. К членам семьи относятся супруги и родители военнослужащих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот, видитесь авто, путина подошла к концу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего не видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот народ документы спасает. Это вот рабочая контора. Добычу них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рискует стать пешеходом. Машину жительницы Петропавловска арестовали за долги. У женщины 37 неоплаченных штрафов на общую сумму порядка полумиллиона рублей, рассказали в службе судебных приставов. В случае, если должница их не выплатит, ее королу после оценки выставят на торги. И таких случаев далеко не единицы. В этом году судебным приставам поступило 9 тысяч постановления о взыскании штрафов на сумму больше 10 миллионов рублей. На сегодня сумма неоплаченных камчатцами взысканий за нарушение ПДД составляет 32 миллиона рублей. Злостных должников судебные приставы и госавтоинспекторы ловят в ходе рейдов на дорогах города. В частности, одно из таких мероприятий прошло накануне. В фокусе внимания были те автолюбители, у кого больше 10 неоплаченных штрафов. Или сумма долга по ним превышает 10 тысяч рублей. Стационарные видеокамеры фиксируют номера машин, чьи владельцы многократно нарушили правила и не оплатили штрафы. Информация о траектории передвижения авто оперативно поступает на посты, одновременно работающие в нескольких точках города. Россия будет летать в Хабаровск. Дополнительные рейсы в самый крупный город Дальнего Востока открыли на Камчатке. Полеты будут осуществляться по средам и воскресеньям. Обслуживать данное направление будет сухой Суперджет-100. В главном аэропорту полуострова воздушные судна планируют встречать в 12.05, а провожать в Хабаровск в 13.05. Время в пути – 2 часа 45 минут. Отметим, авиакомпания «Аврора» сохранит свою ежедневную программу полетов в столицу Хабаровского края. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта, адрес которого указан на экране, с условиями перевозки – на сайте авиакомпании или у их представителей. Больше двух тысяч волонтеров помогают тушить пожары на Камчатке. С начала этого года добровольцы приходили на помощь уже пять раз. Трижды в Тегильском районе, а также в Алюторском и Соболевском. Как рассказали в МЧС, сейчас в Крае действуют восемь добровольных пожарных команд, 64 дружины и пять поисково-спасательных формирований. Всего помочь огнеборцам готовы 2522 человека. Камчатцы, входящие в состав дружин, принимают участие в профилактике пожаров. Непосредственно в тушении задействованы 170 человек из добровольных команд. Они оснащены спецтехникой, мотопомпами и лесными огнетушителями. Специалисты отмечают, что благодаря волонтерам время, необходимое для борьбы со стихией, заметно сокращается. Особенно это проявляется в теплое время года, когда возгорания очевидцы сообщаются по зданиям, и огонь к моменту прибытия пожарных распространяется на большие площади. Кроме того, добровольцы очень помогают в отдаленных районах региона, где расположены малочисленные пожарные посты. Четыре дня боролись за победу, несмотря на жару и джетлаг. Юные футболисты Камчатки приняли участие в фестивале «Битва городов». Мероприятие прошло в Москве, в нем приняли участие порядка 5000 человек. Это 421 команда из больше, чем 100 городов России и ближнего зарубежья. Так, камчатская сборная с игроками 2012 года рождения стала чемпионом среди сверстников, выиграв пять игр из пяти в формате 4 плюс 1. Еще одно золото забрала команда 2014 года. Серебро завоевали команды 2013 и 2016 годов, а бронзу у команд 2015 и 2017. Кроме того, третье место в формате 6 плюс 1 заняли команды 2012 и 2014. Сказать, что это был строго профессиональный футбол нельзя, но для юных камчатских футболистов событие стало знаковым и очень полезным. Это долгожданный выезд на материк, возможность посоперничать и обменяться опытом с другими регионами, что бывает нечасто. Однако есть в этой истории одно «но». Поездку в столицу восходящим звездам камчатского футбола родителям пришлось оплачивать полностью из своего кармана. Больше 1300 студентов прилетят этим летом на Камчатку. На полуострове открыли летний трудовой семестр. Праздничную церемонию провело региональное отделение организации «Российские студенческие отряды». В этом году ребята со всей страны будут работать на полуострове на предприятиях рыбохозяйственного комплекса. «В этом году у нас, например, более 1300 студентов приезжают на Камчатку работать со всей России на пути на рыбодобывающие заводы. Наш сервисный отряд «Данка» второй год подряд поедет на сервисический проект. В этом году поедет в Крым, на Мрию. И также наши вожатые в этом году поедут работать в ЭДЦ «Океан». Для нас это огромная большая гордость. Студенческие отряды работают не только на Камчатке, но также и представляют на сервисском уровне». Камчатские студотряды ведут свою деятельность с 2018 года на базе Дворца молодёжи. Каждый год они трудоустраивают молодых людей по разным направлениям работы. Так, в прошлом году только в путинные отряды устроили 837 человек из 27 регионов страны. Тепло и светло будет на площадке Всероссийского форума «Экосистема заповедный край» на Камчатке. Основная часть мероприятия запланирована на август. Однако темы бесперебойного энергоснабжения озадачились уже сейчас. «Мы понимаем, что на территории лагеря та инфраструктура электрообеспечения, которая есть на сегодня, строилась ещё фактически в советские времена, её мощности не хватает для того, чтобы обеспечить форум электроэнергией. Компания «Камчатская энергия» пошла навстречу правительству Камчатского края. Будут установлены дополнительные трансформаторы, которые позволят обеспечить необходимую мощность для проведения общероссийского президентского мероприятия». Вопрос бесперебойного энергоснабжения обсудили накануне на выездном совещании. Отмечается, что для проведения форума и в последующем детской оздоровительной кампании будет построен самый крупный в СНГ глэмпинговый лагерь. Добавим, мероприятие будет организовано в две смены. Первая, молодёжная, пройдётся с 19 по 25 августа. В ней примут участие жители России и зарубежных стран в возрасте от 18 до 35 лет. Вторая, детская, пройдётся с 26 августа по 1 сентября. Здесь соберутся юнаты российского сообщества «Движение первых», педагоги и управленцы региональных отделений. В каждой смене смогут принять участие по 300 человек. Снежно, дождливо, а местами даже опасно. В конце мая на юге Камчатки осадков выпало в 10 раз больше нормы. Как рассказали синоптики, на южные районы полуострова оказывало влияние множество атмосферных вихрей, пришедших в Берингово море из Хабаровска, Приморья и Японии. На юго-востоке и в центральных районах края преобладала дождливая и прохладная погода. В Петропавловске, Елизаве, а также на юге Мельковского и на востоке Усть-Камчатского районов количество осадков превысило норму в 3-10 раз. Температура оказалась на 1,3 градуса ниже обычного. Днём 26 мая в Елизаве прошёл сильный дождь. Количество осадков составило 71 мм, что относится к категории «опасное метеорологическое явление». А 30 мая в краевом центре и Елизавском районе выпал мокрый снег, даже не сразу растаявший. Тем временем на западе и севере полуострова было сухо и тепло. Температура была близка к норме. В Тегильском и Соболевском районах было на 2 градуса теплее обычного. Осадков выпало в два раза меньше нормы.